Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сошел благодатный огонь. Каждый раз, каждый год его ждут как чудо. В этом году ждали с особым трепетом, учитывая то, что происходит в Европе. Я напомню, что в Украине идет война, идет уже много недель. Вы как человек, который неоднократно запечатлял момент, то есть снимали благодатный огонь, у вас было какое-то особое ощущение в этом году? Нет, вы знаете, в этом году ничего такого особенного не было. Там единственное, что в этот раз не пустили народу много. Это было очень странно. Но там у израильской полиции были свои соображения, потому что в Иерусалиме, как известно, сейчас не очень спокойно. И пустили туда оценков от 2 до 4 тысяч человек, по-моему, было. В церковь, по-моему, влезает 10 или 12-13 тысяч. Но на видеокартинке это, разумеется, незаметно, потому что снимается как бы видеокартинка только в одном месте. Она снимается около Кавуклии, около входа в Кавуклию. И это как бы не сильно заметно, потому что обычно заполнена вся церковь, а так только был заполнен церковь. Но заполнен достаточно плотно. И все действия, как обычно, выходы, арабы-христиане, крики, бубны, все вот эти вещи, это все там было. Но особенного ощущения ничего не было. Ну, кстати, ведь до этого снимали, когда была пандемия, там вообще никого не было. Сейчас в Европе идет война полномасштабная. Как это вообще верующие реагируют на то, что происходит в Израиле, и те паломники, которые приезжают? Насколько меняется их настроение? Вот вы что-то фиксируете такое в связи с этим? Ну, знаете, у меня вот было вот эти три последних схождения благодатного огня. Это как бы вот... Первое это было в самый первый год пандемии. Это было самое странное, что я когда-либо вообще в жизни видел. Наверное, ну, не знаю, жизнь продолжается. Может, еще что-то увижу. Но это было действительно очень странно, потому что увидеть абсолютно пустой город, он был герметически закрыт, и увидеть абсолютно пустой храм, и увидеть... Ну, вот я уже тогда говорил, что самое сильное ощущение от этого было, конечно, как представить себе концерт Пинк-Флойда со всеми атрибутами, светом, цветом и звуком на абсолютно пустом стадионе. Потому что это действие, которое требует наличия людей. Но там все происходило то же самое, что было. Но вот это было самое странное. Когда ударило так огромный колокол, вот обычно ударяет огромный колокол, сразу же там свет, там зажигаются свечи, там бегают люди, на площадь заполняется дым, а вот два года назад ударил огромный колокол, и на площадь осторожно вышел один человек со свечой. В прошлом году была совершенно другая ситуация, и она меня, честно говоря, очень порадовала, потому что люди... Это был первый раз, когда фактически люди выходили уже без масок. Там был такой момент как раз, когда без масок выходили. И люди... Знаете, это было как в американских фильмах таких. Знаете, там с утра выходит ужас-ужас-ужас, а потом такие дурацкие американские фильмы, которые все стандартные. Те, которые стандартные. Не все американские фильмы дурацкие, но вот эти стандартные, когда выходят люди и смотрят на небо, и солнце вот так восходит, и так солнце, лучи падают, там какой-нибудь постапокалипсис, очень такое, спасение от какой-нибудь планеты. Вот в прошлом году было точно такое же ощущение. В прошлом году, ну, там, я не знаю, все там чуть ли не целовались. Обычно там достаточно напряженные бывают. А в этом году просто было спокойно. Просто было спокойно. Другие есть вопросы, конечно, к схождению благодатного огня, но вот этого ощущения, чего-то такого другого там не было. А как вообще в Израиле израильское общество, израильское политическое руководство реагирует на войну в Украине? Потому что, ну, там были разные заявления о том, что Израиль не спешил как-то вмешиваться и старался и с Россией поддерживать хорошие отношения. Вот что сейчас, какие настроения? Ну, я не могу сказать. Я много раз говорил, я не за политику, за политических, так сказать, и за, что говорит политический стаблишмент. Не люблю говорить, потому что не знаю. А вот свои ощущения, ощущения моих друзей, я, разумеется, сказать могу. И могу это... Потому что это такой очень... Понимаете, немножко своеобразная ситуация в Израиле, потому что в Израиль приезжают с двух сторон. Да? Понимаете, да? То есть приезжают люди с Украины, приезжают люди из России. Поскольку Израиль, он устроен так, что, так сказать, сюда, если ты по закону о возвращении, если ты еврей, то прямо в аэропорту становишься гражданином. Если ты не еврей, то достаточно все это сложно происходит. То есть приезжают люди и оттуда, и отсюда. И это в чем-то, знаете, в чем-то разное, в чем-то одинаковые люди. Потому что из России, наверное, даже... Наверное, даже вот... Не наверное, а наверняка, сильно более разобранные люди приезжают. И это... Ну, я думаю, что вы в Латвии то же самое примерно ощущаете, потому что в Латвии много народу поехало. Но вот это вот, когда люди уезжали там, вот со скоростью день, два, три, уезжали в никуда, это, в общем, достаточно тяжелая история, конечно. Вот многие сейчас как раз дадут вопрос, а изменилось ли отношение к Владимиру Путину, потому что есть и разочарование среди тех людей, которые его поддерживали. И тут как раз многие вспоминают и в религиозном смысле его последние действия. После удара по Одессе появляется кадр. Мы не знаем, на самом деле, это было записано в этот день или это консерва так называемая. Но, тем не менее, он стоит со свечкой и вроде как молится христианскому богу. Вот какие у вас впечатления от всего этого? От Владимира Путина? Нет у меня впечатлений от Владимира Путина. Я с ним никогда не общался, не общался и не был знаком. Меня, знаете, сейчас другой вопрос интересует. Не то, что интересует, а постоянно стоит перед глазами. Потому что у меня это, так или иначе, это моя история с передачей «Детский и недетский вопрос», где я взрослым людям задаю простые детские вопросы, зачем человек живет, что такое любовь, честь. А сейчас это первый вопрос передачи стал тем самым первым вопросом, с которого она началась в 2006 году во время Ливанской войны, когда мой восьмилетний Миша спросил, зачем люди воюют. И это сейчас первый вопрос передачи, который я задаю. И вот у меня сейчас в голове, знаете, у меня сейчас в голове крутится пять книжек. Вот давайте, какие у вас сейчас крутятся книжки в голове, Вадим? Ну, можно вспомнить. У меня на самом деле Стругацкий и Шаламов, что самое интересное. Что Стругацкий? Ну, обитаемый остров – это прямая аналогия, это понятно. Но, наверное, больше Шаламов, потому что это не прямая аналогия. Но это очень много, как мне кажется, открывают его колымские рассказы. О трагедии, о этом непережитом, неотрефлексированном комплексе палача и жертвы, который существовал на территории России и Советского Союза, и который сейчас, видимо, каким-то образом прорывается. Но это то, что вот мне сразу пришло в голову. Обитаемый остров – это башни-излучатели, прямая пропаганда, тоталитарное руководство и так далее. Ну и, конечно, опять же, если вернуться к книгам, раз у нас такой диалог возник, это трудно быть богом. И его финал. Разумеется. А вы имеете в виду драку Максима и Экселенса, да? Но, скорее, некая убежденность в финале, что ты поступаешь правильно. Это как в финале Игр Престолов Дайнерис слетает с катушек и начинает крушить города. Я не пытаюсь сейчас оправдать Владимира Путина и так далее, но мне кажется, вот эта история про то, что он верил в какую-то идею и потом начал всех выжигать, она, возможно, совпадает с тем, что описано в книжках. Я не знаю. Ну, разумеется, вот эти две книжки у меня тоже «Обитаемый остров и трудно быть богом» крутятся. Трудно быть богом в «Обитаемом острове». Когда-то мы думали, что это фантастика, потому что это художественное произведение, сейчас, по-моему, это сценарий документального фильма. И в «Обитаемом острове» на самом деле все говорят про финал, а есть там вот в финале такой момент, я позволь себе напомнить, может, кто-то не помнит его, когда Максим останавливает «Эксселенции», когда выясняется, что «Эксселенции» там главный, а Максим там совсем не главный, он там случайно оказался. И «Эксселенции» ему говорит, и что будет дальше? Он говорит, ну как что? Ну вот сейчас все люди поднимутся, он говорит, «А ты знаешь, что там отсутствие вот этих излучателей приводит там 20 случаев к шизофрении? Ты знаешь, что там инфляция?» То есть вопрос, что будет завтра. И вопрос, что будет завтра, он на самом деле вот в разных аспектах у меня возникает. Но я сейчас еще назову еще три книжки, а потом скажу по поводу личной... Я лично про себя, мне очень сложно говорить за других людей, потому что, во-первых, это неправильно. Что же я могу сказать за израильское правительство? За себя могу. Потом, разумеется, есть вот, разумеется, «Дракон шварцовский». Это как бы... Который в нас. Да, это уже просто по цитатам. Как ни странно, менее известная, на мой взгляд, одна из самых лучших книжек «Ремарка» это «Долгая ночь в Лиссабоне». Это именно ощущение вот этих людей, с которыми я общаюсь, которые приезжают из России, которые приезжают из Украины, у которых вот за разумом нету все, все обрушилось. Это история про исход «Ночь в Лиссабоне». Да. Ну, по большому счету, да. Мы с вами наблюдаем, так сказать, люди, которые живут в России и в Украине, они этого не наблюдают. А мы с вами это наблюдаем, потому что так или иначе к вам приходят и ко мне. И еще одна книжка. И вот вы удивитесь сейчас. «Снежная королева». Кай, Герда. И какая аналогия здесь? Аналогия, как ни странно, очень простая. Там же история построена на том, что мальчику Каю попала льдинка в глаз. И он все видел. Он видел все просто по-другому. И вот сейчас мир поделился, который, так сказать, участвует по всей этой истории, участвует, естественно, все, в той или иной форме. Вот на тех, кто... Одни считают, что другим попала льдинка в глаз, другие считают, что вот этим людям попала льдинка в глаз. И это, наверное, очень страшно. Причем страшно, меня пугает даже. Не то, что есть сегодня. Сегодня понятно. Сегодня кошмар, но он уже, знаете, когда вот кошмар понятен, он понятен. А вот что будет завтра, непонятно совершенно. Потому что на каком-то этапе люди воюют всю свою историю. И на каком-то этапе война закончится. И надо будет... И что-то должно будет происходить дальше. И вот тут и у вас... Лично у вас, у Вадима, например, появится такой, появится вполне серьезный вопрос. У меня, по крайней мере, он появился. Вот мы с вами на каком языке сейчас говорим? На русском. Разумеется, да. Вот. Я сейчас скажу, просто не дам такой вот образ. Сидел, размышлял. Детский вопрос. Как-то так сложилось. Мы, вот вы, я, огромное количество людей в мире, я сейчас скажу три слова, живем в большой русскоязычной культурологической песочнице. Вот давайте скажем, вот такой образ. То есть не именно не русской, а русскоязычной. И не культурной, а культурологической. Потому что культурология, она как бы... И культура под себя подключая, включая тоже, но там еще много чего есть. И вот она существовала до 24 февраля. Худо-бедно она существовала, была какой-то вот устаканившаяся история. Технически понятно, что как бы вот Москва, Ленинград, это вот такие большие горки песка. Знаете, вот как в детстве нашем были вот эти песочницы такие с деревяшками огороженные. А дальше такой песок, где-то горки побольше, где-то поменьше, там в Латвии, там в Израиле. Ну так-то вот по всему миру разбросано. Я еще раз говорю, никакого отношения к государственности это не имеет. 24 февраля кто-то подошел и, я не знаю, ковшом, лопатой все разворошил. И весь этот песок совершенно в рандомальном порядке, вот все эти замки, которые стояли и стояли более-менее много лет, рассыпались сейчас по всему миру. Они рассыпались и географически, они рассыпались и эмоционально, они рассыпались все связи. И вы и я, потом мы в этом... И это будет проблема и Украины, и России, и всего русскоязычного, вот это вот русскоязычная культурологическая песочница. Потому что и надо будет как-то ее собирать дальше, надо будет как-то жить вместе дальше, надо будет как-то восстанавливать связи, которые разрушатся сейчас между людьми, рушатся они каждый день. То, что рушится сейчас, строилось десятилетиями люди жизнь строили, какие-то связи между людьми, в один день все разрушается. Понимаете? И это... Я не говорю причину, почему. Я говорю о результате. А потом с этим надо будет что-то делать. И даже не потом, а, наверное, уже надо делать вот как-то... Мне так кажется, уже сейчас. Ну, кстати, ведь по поводу языка я тоже, конечно, об этом думаю. И определенный шлейф идет за Владимиром Путиным, поскольку он говорит на языке, на котором и мы с вами разговариваем, и он отдавал эти приказы. Но, с другой стороны, ведь есть опыт нацистской Германии. Гитлер тоже говорил на немецком, но немецкий язык пережил Гитлера и нацизм, и смог, собственно... Ну, то есть он выжил и даже преобразился в каком-то смысле. То есть этот опыт, насколько он справедлив сегодня? И насколько вообще такие сравнения возможны? Да он... Понимаете, язык никакого отношения... Я еще сказал, я сознательно сказал, государственность это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение... Мы выросли в этом. Вы в этой культурологии выросли, вы с этой культурологией хотите того или нет, умрете. И я умру с ним. Я живу 30 лет в Израиле, но я живу... Я свободно говорю, естественно, иврите, но я живу в культурологической, вот в этой песочнице. Это не вопрос русского языка. По поводу того, что там в Израиле, как вы знаете, Вагнера не исполняют. То есть исполняют, но каждый раз... Я слышал, что до сих пор. Это скандал. И сейчас уже как-то поспокойнее стало. И там очень много чего осталось в отношениях с Холокостом. Я про это могу говорить долго, но это просто не тема на сегодня. Не умрет это никуда. То есть представьте себе, что вас сейчас взяли и отключили от возможности говорить на русском, общаться на русском. Я считаю, что, конечно, это невозможно. И это нереально. Я понимаю, да, что это, собственно, обнуляет все, все, что в твоей голове. Потому что мировоззренческие и прочее, мы все формировались, конечно, в русскоязычной среде и в русской культуре. И несмотря на то, что культуру стран, в которых мы живем, тоже обогащали, но тем не менее, это основа на данный момент. И здесь, конечно, можно еще порассуждать, что для многих людей сейчас рушится вообще мир именно по причине такой очень тесной ассоциации у них в голове, не у всех, но у некоторых людей, государства, культуры и языка. То есть вот то, что делает Путин, сейчас разрушает все остальное, казалось бы. Ну, дело в том, что то, что делает Путин, то, что делается, я бы сказал, понимаете, тут можно говорить много, это воля одного человека, это роль личности в истории. Об этом еще будет много исследований, будет очень много чего. Будет потом еще долгий разбор полетов всей этой истории, если можно говорить, использовать это слово про этот кошмар, который творится. Но это вопрос... Вот я еще говорю, мне этот вопрос сейчас как-то вылезает вперед, потому что я понимаю, что что-то... Мне очень сложно понять, что... Но я понимаю, что что-то надо делать. И я понимаю, что это не... Понимаете, рубить, разрушить... Я каждый день слышу от каждого кого-нибудь своих близких друзей, что я с этим перестал общаться. И я с этим перестал общаться. А этот несет такое, а этот несет такое. И я понимаю, почему люди расстаются. Ребята, потом надо будет что-то с этим делать дальше. Причем вторая... Те люди, которые живут в России и которые воспринимают это... Давайте используем такое слово с другой стороны. То, о чем мы говорим, с другой стороны. На самом деле для... Можем сейчас с вами сказать, что это, условно говоря, человек заболел. Мы считаем, что они зомбированы, они считают, что мы зомбированы. Вот как тот самый Кай. Почему я говорю про Кай? Потому что видят одно и то же, но совершенно с разного угла и с разной точки зрения. И вот это... Понятно, что есть какое-то немеряное количество... Война всегда поднимает немеряное количество отморозков. Война всегда поднимает немеряное количество дряни. И немеряное же количество благородств, разумеется. Но есть просто обычные люди, которым попала эта льдинка в глаз. Вы же не будете... Вот мы сейчас прожили пандемию. Вы же не обвиняли, кто-то вокруг вас болел ковидом. Вы не обвиняли человека, что он заболел ковидом? Он не говорит, что ты виноват в этом. Здесь, мне кажется, ситуация сложнее. Сложнее, разумеется. Знаете, вот Даниил Гранин, как раз я уже приводил эту цитату, мне она очень нравится. Он когда был в Германии после войны, после Холокоста, он там покупал то ли кофе, то ли чай и спросил у женщины, которые там рядом были крематории, там был концлагерь, он спросил, а вы не видели, что творилось у вас за забором? Она говорит, знаете, я смотрела в другую сторону. Он тогда сказал, ну, нужно было знать, в какую сторону не смотреть. И вот все-таки мы же, наверное, понимали, что, ну, хотя бы, окей, даже 24 февраля войска одной страны вошли на территорию другой страны. Суверенное государство напало на суверенное государство. И тогда не знать, все-таки, мне кажется, это уже предпочтение. Потому что с ковидом-то мы не могли от этого защититься. У нас не было никаких шансов. Он просто в нас проникал. А здесь-то выбор был? Разумеется, Вадим. Но мы с вами говорим про одно и то же, на одном и том же языке. Нам обоим, для нас обоих, это все понятно. Но представьте себе человека простого обывателя, который живет в России. Он построил там какой-то бизнес, там хорошо или плохо, там что-то, дом есть, дети растут, машина ездит, все. И сейчас он оказывается в ситуации, когда ты либо выходишь на площадь и все вот это рушишь, а человек слаб. Ты выйдешь на площадь, это хорошо, когда ты можешь выйти на площадь и вернуться обратно, тебе за это ничего не будет. А когда ты выйдешь на площадь и ты поймешь, что ты отдашь за это весь тот мир, в котором ты существовал, это немногие могут. И поэтому человек, а дальше человек начинает себе искать то самое, что вы говорите, смотреть в другую сторону. Искать объяснение, а пропаганда, которые вот те самые излучатели, они ему это подсказывают, они ему находят решение, они ему говорят, ну решение вот, вот тебе решение. Он смотрит и говорит, ну да, действительно, вот это решение. Но вы, я прекрасно понимаете, как это делается, знаете. Пропаганда, это же, это вот меня когда-то в свое время поразило, когда еще было ОРТ и НТВ еще, российское, условно говоря, НТВ, это старое НТВ, было, условно говоря, произраильское, ОРТ было, условно говоря, проарабское. И был какой-то конфликт очередной, к несчастью, у нас их, они просто у нас не останавливаются, вот сейчас вот как раз, вот это вот схождение благодатного огня, тоже были эти проблемы, потому что в трехстах метрах отсюда, храмовая оттуда, храмовая гора, и там вот совсем все нехорошо, в четырехстах. И вот я помню, я просто видел это, тогда не было денег у них, что ли, не было, они брали одну картинку, то есть с одного картинку, просто вот сняли, сняли картинку, один оператор снимал, и туда, и сюда, они покупали, и там эту картинку, и даже текст был один, о конфликте, но арабо-израильский конфликт, но условно говоря в ОРТ, которая проарабская, ну не условно проарабская, поддерживающая арабов, значит, и НТВ, поддерживающая Израиля. Так вот на НТВ показывали сначала картинку, израильский, арабский мальчик бросает камень, а потом израильский солдат стреляет, а по ОРТ показывали, сначала стреляет израильский солдат, а потом арабский мальчик бросает камень. Вы понимаете, это 25-й кадр. И людям, возвращаясь к этой теме, людей жалко очень, потому что они оказались в этой непростой ситуации. Порядочные люди, люди, которые прожили жизнь, и они их поставили перед этой ситуацией, когда делать выбор или не делать выбор. В Ригу приезжают люди, которые сделали выбор, и то, о чем мы с вами говорили, это очень тяжело. Это вот разрушившийся мир. И немногие на это готовы. И в Израиль приезжают, и выезжают просто в Армению, в Грузию, куда там сейчас едут, в разные стороны. А делать нам что-то с этим надо, потому что человечество на этом не закончится. Будем надеяться, что никто не нажмет на эту, ту самую кнопку. Ну тоже, действительно, будем надеяться. Спасибо вам, что нашли время и вышли в наш эфир. Дмитрий Брикман, фотограф и ведущий программы «Детский, не детский вопрос». В Ютубе, кстати, подписывайтесь на канал. Был с нами на прямой связи. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам.